Дорогие друзья, слушатели и зрители, добрый день вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и в нашей студии гости. Алена Никитина, главный врач Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный Миништадт и специалист по медицинской профилактике Минздрава Республики Саха-Якутия. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Наталья Членова, руководитель Департамента процессного проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Наталья Владимировна, добрый день. Приветствую всех слушателей. И Арнольд Мухов, руководитель Управления физической культуры и массового спорта Республики Саха-Якутия. Арнольд Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию, рада вас видеть. Собрались мы относительно того, что вот буквально в середине месяца, в декабре, 16-17 декабря, в нашем городе прошел межрегиональный форум по общественному здоровью в Якутске. Я попрошу вас рассказать о целях и задачах, о необходимости проведения такого форума и какие ориентиры в нем были заданы, на ваш взгляд, очень верно. Расскажите, кто из вас начнет, я предлагаю решить. Ну, наверное, я начну. Хорошо, спасибо. Мы были основными, так скажем, организаторами. Ну, во-первых, хочу подчеркнуть, что это был первый форум общественного здоровья. Микрофон чуть-чуть поближе. Это был первый форум по общественному здоровью в Республике Саха-Якутия, и в нем приняли участие более тысячи человек. У нас было 66 спикеров, и это были спикеры с 15 регионов Российской Федерации, не только Республика Саха-Якутия, потому что тема общественного здоровья, она как никогда сейчас очень актуальная. И, конечно, мы хотели привлечь внимание к тем мероприятиям, проектам, которые мы начали, так скажем, разрабатывать в не таком далеком времени. На самом деле все начиналось с национального проекта «Демография», в рамках которого есть такой региональный наш региональный проект «Укрепление общественного здоровья». Ну и, конечно, мы хотели привлечь население к ответственному здоровью самого жителя, так скажем, Республики. Нам хотелось бы, чтобы, нам хотелось тогда, чтобы, так скажем, спикеры и федерального уровня, да, наши спикеры республиканские, донесли, так скажем, такими доступными словами, то действительно основную цель, которая преследует и год здоровья, и десятилетие здоровья – это ответственное отношение к своему здоровью. Пандемия действительно нас всех очень хорошо встряхнула, тем более, что 2021-2030 годы объявлены десятилетиями здоровья. И сейчас такое ощущение, что вот все не зря, потому что я думаю, что каждый понял, что сначала нужно заботиться о своем здоровье. Если ты о своем здоровье не позаботишься, то ты подвергаешь опасности своих близких людей в первую очередь. И потом, если ты сам не здоров, у тебя не будет ресурса позаботиться, если что, о тех, кто рядом с тобой. Мне кажется, пандемия вот научила, ну, лично меня научила этому быть более бережной к себе, во-первых. Значит, цель этого форума тоже созвучна тому, что я сейчас говорю? Да, абсолютно верно. Может быть, мы сегодня расскажем подробнее о тех мероприятиях, которые прошли за год, для того, чтобы у каждого человека как-то было больше осознанности относительно своего здоровья. Потому что на сегодня в нашем обществе есть и люди, которые, допустим, антиваксеры, да, их зовут, они против прививок. Хотя почему против, да, это единственная защита на сегодняшний день от самого такого серьезного заболевания, которого мы все боимся до сих пор. Почему вот на ваш взгляд все-таки люди сопротивляются осознанности? Для меня это так. Я считаю, что привиться — это осознанный выбор каждого гражданина. И на сегодняшний день каждый должен это сделать, потому что мы победим этот вирус только благодаря коллективному иммунитету. Ну, если говорить о вашем, так скажем, конкретном вопросе, да, антиваксеры на самом деле они были всегда. То есть есть всегда люди, которые, так скажем, ну, осознанно по каким-то своим, так скажем, убеждениям. Это бывают и религиозные убеждения, это бывают и свои какие-то внутренние убеждения, да, они против прививок. Но, знаете, на самом деле очень много за всю историю, наверное, вообще как системы здравоохранения, вообще медицины, много раз на самом деле человечество сталкивалось с этим, да. И абсолютно вы верно сказали, что это доказано жизнью на самом деле, что только вакцинация может спасти от такой вообще серьезной угрозы, как пандемия. Тем более, если говорить о коронавирусной инфекции, она относится вот даже в самом названии, это вирусная инфекция, она очень высоко контагиозная, то есть она очень быстро передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Это основной путь передачи на самом деле. Поэтому, конечно, вакцинация – это действительно единственный вариант для того, чтобы уберечь себя, своих близких, детей, пожилых людей. И действительно, вот мы уже работаем, так скажем, в этой ситуации, такой непростой, для всех на самом деле, для всего общества, не только для системы здравоохранения. Знаете, на самом деле, мы медики, мы, возможно, ну, по крайней мере, мое поколение, мы учились у нас тогда еще в медицинском институте, да, и вообще в медицинских вузах, когда еще у нас была военная кафедра. И вообще вот к таким ситуациям нас как бы, ну, можно сказать, теоретически нас готовили. Да, потому что все-таки, не скроем, что это действительно такая серьезная, бактериологическая, так скажем, ну, сейчас такая ситуация. Это война практически, военное время. Ну, практически, да. Для нас это точно военное время, и реально здравоохранение республики, мы все это видели, я даже не беру там за, как бы, Российскую Федерацию, это понятно, что каждый регион, он абсолютно в такой же ситуации, как и мы. То есть мы все, система здравоохранения, она мобилизовалась сразу. Ну, вот кроме вакцинации, да, какие еще мероприятия можно проводить, чтобы у людей была осознанность? Потому что в нашем обществе достаточно много абсурда. У нас QR-коды спрашивают при входе в кафе, но в то же время общественный транспорт, там друг на друге все люди лежат. С другой стороны, требования QR-кодов и требования прививки, в общем-то, и защищают в этих же автобусах людей, когда, если все привиты, то меньше шансов передать эту инфекцию. Да, конечно, нужно, знаете, соблюдать на самом деле то, с чего мы начинали. То есть это элементарные противоэпидемические мероприятия. Это ношение обязательно масок. Но мы сейчас все сидим, потому что мы до этого, как говорится, поговорили со всеми. Здесь система проверки, так скажем, QR-кодов у вас присутствует, да, в вашей организации. Поэтому нас проверили, мы зашли, мы знаем, что мы привиты, и поэтому, в принципе, можем свободно сидеть без маски. Мне просто маски надлежу лучше, в этом я и ставлю. Да, а вообще, конечно, когда человек находится в общественном месте, он должен носить маску, значит, он должен регулярно мыть руки. Это обязательно. Мне кажется, кстати, еще один плюс, мне кажется, от пандемии ковид, что люди наконец-то вспомнили, что надо регулярно мыть руки. Потому что на самом деле количество кишечных заболеваний, оно прямо в разы снизилось. Ну, пусть были положительные моменты. Ладно, некоторые только узнали о том, что руки надо мыть несколько раз в день. У меня есть и такие случаи. Сейчас то, что мы делаем сейчас, это, в принципе, норма того, что должно быть в любое время. Мытье рук, обработка перед, допустим, когда ты придрагиваешься к пище, да, еще дополнительно какими-то средствами. Ношение масок в автобусе, мне кажется, это вообще пусть останется навсегда, потому что там не знаешь, кого, как говорится, Бог принесет, мало ли, кто там ездит. Расскажите, пожалуйста, о том, что интересного для вас прозвучало в посланиях, которые были озвучены на форуме нашего главы республики и других представителей администрации нашего города. Ну, мне вообще хотелось бы начать с того, что здоровым образом жизни на самом деле республики у нас активно занимается давно, то есть система так построена. Но, наверное, вот первым нормативным документом, да, который вышел уже 20 лет назад, это была доктрина здорового образа жизни, которую указом подписал первый президент республики Сахар-Якутия, Михаил Афимович Николаев, в котором была, как бы, даны были такие концептуальные задачи по тому, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни на территории республики. И действительно, те вызовы, которые у нас, это даже не только, наверное, допустим, пандемия ковида, да, такая, скажем, общемировая, но и вообще на самом деле мы двигались к этому, потому что вот к этому постулату, который мы сейчас постоянно говорим, что о здоровье прежде всего должен заботиться каждый человек сам, да, то есть об ответственном отношении к своему здоровью. И в послании к Государственному собранию УТМЭН в конце 2020 года наш глава республики Айсен Николаев сказал, что нет ничего более ценного, чей жизнь человека, и нет ничего важнее заботы о человеке. Поэтому я объявляю следующий год годом здоровья. Значит, и было, вначале было подписано распоряжение правительства республики о разработке мероприятий, проектов года здоровья, да, потому что мы сейчас понимаем, как никогда, что на самом деле за здоровье населения в республике отвечает не только система здравоохранения. На самом деле это наша общая задача всех органов исполнительной власти, это задача в том числе и общественных организаций, то есть общества в целом, и бизнеса, ну и, конечно, прежде всего населения. На форуме еще поднимался вопрос о повышении жизни, чтобы средний уровень жизни, не уровень, как продолжение жизни, была 80 лет. Как это сделать вообще? Какие вы видите возможные варианты этого? Потому что, в принципе, когда уже там за 60 человек, у нас и медики говорят, ну, что вы хотите, батенька, возраст, что уже вот так вот, хотя бы идея, ну, что это за возраст 60 лет, можно еще и активно жить? Ну, на самом деле это системная работа. Действительно, у нас есть некие такие проблемы в продолжительности жизни, в ожидаемой продолжительности жизни. Показатель так как бы называется. Да, во-первых, подсчет ведется по гендерному, так скажем, признаку, то есть отдельно женщины, отдельно мужчины. Кстати, почему у нас мужчины меньше живут, чем женщины? Вот я вот к этому веду, что у нас на самом деле женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины, и мы в последние годы активно говорим о сфер смертности мужчин трудоспособного возраста. То есть у нас мужчины, они подвергаются, ну, более, так скажем, они подвергаются тому рискованному поведению, да, которое мы так вот очень скромно называем рискованное поведение, да, то есть они, так скажем, больше употребляют алкоголь, наверное, больше курят. Вот если взять по всем показателям, на самом деле все больше и больше. Перебью вас, потому что сейчас будет реклама, а после мы снова вернемся в студию. У нас еще два гостя, которых, я надеюсь, услышу после рекламы. И наши слушатели и зрители тоже. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня Алена Никитина, Наталья Членова и Арнольд Мохов. Это те люди, которые знают, как оставаться нам всем здоровыми, по крайней мере, они могут нам точно в этом помочь. И мы говорили о том, что хорошо бы прожить в здравии до 80 лет как минимум. Что важного за этот год сделано, предпринято, озвучено для того, чтобы это стало реальностью для всех жителей нашей республики. И, может, только не нашей, и других тоже. Ну, я начну, наверное, да. Ну, мне хотелось бы, во-первых, сказать, что... Мне хотелось бы сказать, прежде всего, что по определению Всемирной организации здравоохранения 50% нашего здоровья зависит от образа жизни. И только в 10% от системы здравоохранения. С этого, так скажем, мы и начали всю разработку этой концепции, так скажем, года здоровья. И мероприятия и проекты года здоровья, они были разделены на 4 основных направления. Первый блок — это «Мое здоровье. Мой выбор». В основном это направление по формированию здорового стиля жизни человека. То есть это информирование населения о здоровом образе жизни. Второй блок — это «Здоровая Якутия». Он направлен на создание среды, потому что, конечно, от инфраструктуры, от того, как мы можем, где мы можем вести, так скажем, здоровый, активный образ жизни. Это очень многое зависит. Третий блок — это блок «Медицина для каждого». Он направлен на формирование человека, ориентированной системой здравоохранения. Это и строительство, которое у нас ведется. Вы уже знаете, что заканчивается строительство кардиососудистого центра. Буквально в начале 2022 года будем открывать этот кардиососудистый центр республики. Продолжается строительство, и очень надеемся, что в конце 2022 года ведется в строй онкологический и онкоклинический центр. Это начатое строительство центральных районных больниц в пяти районах. Это построены фельдшерские пункты, и продолжается их строительство. И там были мероприятия такие, как, я бы, допустим, наверное, сказала, что это новое для нас, допустим, онкоскрининг САХА, разработанный нашими коллегами-онкологами. То есть он направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний. И четвертый большой блок – это вклад в здоровое будущее. То есть это будущее здравоохранения. Он направлен на сохранение генофонда республики. Это разработка и развитие предиктивной медицины, генетики и, в общем, всех направлений, связанных с этим. И, конечно, самое важное, что в проведении, так скажем, в реализации мероприятий приняло участие 23 проекта и 49 мероприятий. Есть проекты, и их, наверное, большинство, которые продолжат свою реализацию в мероприятиях «Десятилетие здоровья». Потому что год здоровья у нас плавно переходит в «Десятилетие здоровья». То есть этим Сергеевич подчеркнул, так скажем, важность системы здравоохранения и вообще важность здоровья, здоровья населения, так скажем, как основное в приоритете всех мероприятий. И тогда, может быть, Наталья Владимировна, не передадим слово, она расскажет подробнее о тех мероприятиях, которые для того, чтобы послание президента обладалось в жизни. Да, как Алена Михайловна сказала, действительно, была большая работа проведена, и она началась не сегодня, она началась не вчера и даже не позавчера. Да, это работа в республике уже как 20 лет, мы понимаем, что это необходимо, это важно, но, к сожалению, все это было как-то немножко хаотично, периодами, в какие-то периоды просто это было наиболее активное внимание этому уделено, в какие-то мы немножко припустили, да. Но сейчас мы говорим о том, что есть, и в этом году указ главы стратегический мы получили о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения, и в него были положены основные направления деятельности, по которым мы все, объединив свои усилия, будем сейчас двигаться в целях того, чтобы реализовать эти направления. Они не случайные, это охрана общественного здоровья и отношение ответственной к своему здоровью как к норме жизни, это развитие системы здравоохранения, которую все равно нужно поддерживать, она должна быть более высокотехнологичной, это обеспечение кадрами, причем не только систему здравоохранения, но и систему здоровья, то есть менеджеры здоровья, которые, возможно, не имеют высшего медицинского образования, но имеют какое-то образование, получив новые компетенции и навыки. Естественно, в специализированных учебных заведениях, это вот сейчас мы ведем переговоры с нашим Северо-Восточным Федеральным Университетом, где они могут получить компетенции дальше работать со здоровьем населения, в том числе и в небольших населенных пунктах. Это и наука, это генетика, потому что мы говорим о превентивности, это цифровое здравоохранение, и вот эти все направления заложены в указ в десятилетия, и сейчас мы на начале только пути объединения всех этих вещей. У нас в республике создан проектный офис, который вот как раз возглавила я по реализации этого указа, и, наверное, сначала было специфично, не все сразу это приняли, как не медик, менеджер, как мог возглавить реализацию указа. Но все очень просто, потому что Алина Михайловна сказала, что в этом во всем здравоохранение условно 10%, туда входит очень много вещей. И задачей проектного офиса является объединить все усилия всех, и ментального здоровья, это психологи, медицины, министерства спорта, которые занимаются физической культурой, генетиков, потому как мы говорим о превентивности, о том, что мы рождаемся разными, и у нас при рождении уже есть склонности к тем или иным заболеваниям, и мы должны это сразу понимать, понимать, на что нам стоит обратить внимание. Поэтому, например, в проектном офисе сейчас проговаривает совместно со специалистами, с отраслевиками введение индекса общественного благополучия. И мы понимаем, что в этот индекс входит не только занятие физической культурой людей, это различные расстройства, которые связаны с психоактивными веществами и употреблением, это следование назначением медиков, потому что, смотрите, есть такое понятие, мы думаем, как будто нас лечит медицина. На самом деле врачи делают назначение, а следование человеку назначению этому или не следование лечим мы себя по назначениям врача сами. И поэтому это вот всё к чему? К тому, что, конечно, система здравоохранения, государство должно обеспечить населению квалифицированную медицинскую помощь, высокотехнологичную. Медицина должна прийти к государству в лице медицины, к любому человеку, вне зависимости от того, где он живёт. В Арктике, в труднодоступном населённом пункте. Но в случае, если каждый человек, как говорит Алина Михайловна, не будет ответственно относиться к своему здоровью, всё, что мы получим, это перегруженная система здравоохранения, то, что сейчас усилилось с учётом пандемии. Ну вот, да, просто нас это подтолкнуло, и мы понимаем, что сегодня мы запускаем такую экосистему, и вот мы все собрались в проектном офисе в том числе, да, там достаточно большое количество действительно сливок республики и внешних экспертов. Это и медики, и научное сообщество, и менеджеры, и вот отраслевики различные, да, и кафедры в СВФУ, которые вот объединили свои усилия для того, чтобы совместно что-то сделать для того, чтобы население осознало, что они находятся в замкнутом круге, который начинается, по сути, с момента рождения. И вот всё, что с человеком происходит в момент рождения, далее звено детский сад, далее, значит, школа, причём начальная школа одна, средняя, другое, высшая и далее, и так далее. И вот на каждом из этих этапов человека должен кто-то сопровождать системно, осознанно и передавать из рук в руки. Понятно, что потом человек всё равно окажется в системе здравоохранения, которая должна быть квалифицирована, и она должна, там, первичное звено, которое выявляет, да, всё, что происходит с человеком, это очень важно. Но, начиная с рождения, с семьи, организаций, в которых ребёнок находится, и которые сопровождают, вот здесь мы должны подумать, как, исходя из того, какие люди, исходя из их персональных, заводских настроек, извините за это, ну, потому что мы все разные приходим в этот мир, мы должны сопровождать этого человека и создать такие мероприятия и такие условия, чтобы он понимал, что он делает, и как его действия будут связаны потом с продолжительностью жизни, и насколько рано он попадёт в медицинское учреждение, ну, дай бог, чтобы он туда попал как можно позже, да, либо как можно раньше с точки зрения превентивности и заботы о своём здоровье, да. Ну, вот, такое объединение усилий нас ждёт, и мы уже делаем первые шаги, поэтому вот, наконец, пришло осознание, что один в поле не воин, только медики не справятся никогда с этим. Нам нужно просто встать всем и в том числе поднять всё население и обратить их внимание на осознанное отношение к себе. Я думаю, даже не с момента рождения человека, а с момента зачатия, когда родители берут эту ответственность и думают о том, что уже развивается новая жизнь и с их участием, и здесь, конечно, очень большая роль, я думаю, и чтобы рядом были психологи. И, кстати, вот я согласна, что вы говорите, правительство должно обеспечить своих граждан, да, чтобы они могли получить качественную медицинскую помощь и психологическую помощь. И, в принципе, в нашем обществе, я думаю, со мной многие согласятся, что если у меня температура, я знаю, куда позвонить, и приедут, и мне помогут, я знаю, в какую поликлинику мне пойти, но если у меня болит душа, если у меня какие-то проблемы личного характера, где укол какой-то не поможет, да, я не знаю, куда мне идти, и так не знают многие. И если у нас есть, например, психологическая помощь, которую могут назвать качественной, то это зачастую те люди, которые, те психологи, которые сюда приезжают на заработки к нам, которые хорошо рекламируются. А вот чтобы это было, например, в моей поликлинике, куда я прикреплена, где был, например, кабинет психолога, куда я могу прийти, и мне окажут помощь какую-то. Потому что ведь сейчас уже сами врачи, они говорят о том, что если какое-то заболевание, разберитесь с психосоматикой. Почему ваше тело пригласило это заболевание? Ну, конечно, с учетом генетических каких-то особенностей человека, да, и его семьи. Но при этом, вот продолжая ваш вопрос, тут Алина Михайловна тоже мне не даст соврать, у нас большое количество психологов, их более тысячи, более того, мы можем бесплатно получить психологическую помощь. Пожалуйста, есть центры специализированные. Но вопрос не в этом, вопрос опять-таки к нашей готовности пойти к психологу, готовности рассказать, где болит, что болит, могу ли я ему раскрыть свои тайны с учетом нашего небольшого населения. Мы об этом тоже думаем на самом деле, и много проектов, которые связаны сейчас с психологами, психологи активизировались, они понимают свою значимость, важность сегодня. Но вот тот же, например, среднестатистический мужчина в Якутии, вы думаете, он готов сегодня? Вот вопрос, что мужчины живут меньше. Готов, да, готов признать, что у него есть психологические проблемы какие-то, да, но это не отклонения какие-то, не надо так думать. Какие-то проблемы, о которых он может пойти, с кем-то поделиться и поговорить. Это тоже определенная граница, через которую нужно пройти и признать, и осознать, что это норма. Можно говорить об этом? Спасибо большое, и мы через две минуты снова продолжим наш разговор. И я слушателям хочу напомнить, что у нас прямой эфир, и в третьем блоке успейте нам позвонить по телефону 32 0066, 32 1166, можете сейчас уже придумать вопрос, а мы будем ждать вас буквально через две минуты. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. До пяти часов мы будем с вами. Если у кого-то есть возможность и желание, звоните 32 0066, 32 1166. Мы говорим о том, как быть и оставаться здоровым. Конечно, оставаться здоровым невозможно без физической активности. И с этим у нас в городе, например, тоже не все хорошо, на мой взгляд. Это мое личное мнение, потому что если ты решаешь пойти в хороший спортзал, то это не дешевое удовольствие. Как вы можете это прокомментировать, человек, который с физкультурой связан непосредственно? Есть ли какие-то хорошие новости для наших жителей в новом году? Добрый день всем. Ну, вообще, вот последние годы, в особенности, и в частности, вот 21 год для отрасли спорта вообще стал непростыми, да? Годами в связи с ограничениями, потому что у нас приостанавливались мероприятия. У нас, даже когда мероприятия были, у нас делители не пускали. Поэтому, благодаря слаженной работе вот министерства с другими нашими ведомствами, с нашими коллегами, нам все-таки, думаю, удалось решить задачи и достигнуть намеченные цели, да? У нас вообще основной индикатор, который мы преследуем, у нас по проекту, федеральному проекту «Спорт нормы жизни», у нас индикатор стоит, чтобы к 2024 году 55% доли населения систематически занимались физикой культурой и спортом. По стратегии физикой культуры и спорта до 2030 года. Вообще стоит цифра 70%. Ну, это очень большие цифры, амбициозные цели у нас стоят. Но, вот как сказали мои коллеги, всеми усилиями мы коллективно должны добиться этих цифр, да? И вот по итогам 2020 года у нас цифра была 43,5%. И вот по итогам 2021 года у нас по предварительным подсчетам цифра должна составить 46%. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. А, нет, сорвался звонок. Вот смотрите, еще во время пандемии, да, в спортзал, некоторые люди боятся ходить, там же невозможно заниматься в маске, да? Это однозначно исключено, потому что там идет же все на выдох, на вдох. А выдох, вдох, это сложновато, надо полтора метра соблюсти как минимум. Тренажеры стоят очень близко друг к другу. Хорошо. На всех объектах Министерства по физико-культуре и спорту и во всех фитнес-залах у нас по республике есть единый рекламен, который мы соблюдаем. Сейчас вход в объекты строго по QR-кодам. То есть, если ты переболел или получил вакцину, то только ты можешь войти туда, в сам объект, и заняться физическими упражнениями, тренажерные залы, фитнес-центры. То есть, получается, ты уже, когда прошел вот этот вход, ты уже уверен, что там все вакцинированные или переболевшие рядом с тобой занимаются. Поэтому уверенно можно заниматься без маски. У нас даже на мероприятиях, во время самого мероприятия разрешается уже без масок, потому что, как сами сказали, что тяжело и практически невозможно в маске бегать, заниматься. Я вот даже недавно делала массаж и не смогла в маске делать, потому что там тоже связано. Все, что связано с дыханием, мне кажется, маска, она же ограничивает очень сильно в доходах. И показатели у нас систематически занимающихся физико-культурой и спортом у нас виден в комплексе ГТО. У нас в комплексе ГТО в данный момент зарегистрировано 140 тысяч человек по республике. Это именно самостоятельные занятия, которые люди приходят, сдают и получают значки для себя. Они сами себе доказывают, что они физически здоровы, могут заниматься той или иной деятельностью в сфере спорта. А это где такое проходит? Есть же еще марафоны, да, марафон, ты бежишь, бежишь, получаешь, что ты молодец сам для себя тоже. А это где проходит у вас? ГТО проходит у нас во всех 36 наших муниципальных районах и городских округах. Создано 42 центра тестирования. И в эти центры тестирования любой житель нашей республики может подойти и как раз дать эти нормы ГТО. И вот в этом году в рамках Года здоровья как раз Министерство спорта наше приняло программу лояльности, по которой по этим значкам можно уже скидки получить для входа в спортивные объекты в нашу республику. А что туда входит в эти нормы ГТО, что человек должен знать, чтобы чувствовать себя как-то в физической форме? У нас нормы ГТО разделены по ступеням, согласно возрасту, от 6 лет и старше. То есть первая ступень это 6-8 лет и последняя ступень там уже нужно до скольки угодно. У каждого свои нормы. У каждого свои нормы, да. И в зависимости от возраста там разные упражнения, начиная от бега, плавания, стрельба, бросания гранаты и тому подобное. Вот еще Арнольд, можно я добавлю, просто Арнольд скромничает. На самом деле они в этом году в том числе очень много вещей интересных сделали. Во-первых, очень длительное время продолжались зарядки на площадях главных, пока было тепло. Я знаю, что сейчас у них в практике в зуме для лиц пожилого возраста гимнастика с утра. Правильно? Да, да. На самом деле очень много для всего населения республики и достаточно активно это было воспринято. На самом деле многие пожилые люди подключаются, занимаются зарядкой из дома. И нет необходимости за это платить, нет необходимости выходить из дома. Поэтому просто вот может быть тут коллегам в том числе необходимо больше освещать это. А вообще очень много делается для того, чтобы люди, не платя деньги, не выходя из дома в условиях сегодняшних, могли физическую активность свою поддерживать. Да, как раз вот этот год мы начали с утренних зарядок. С 1 по 10 января у нас каждый год проводится декада здоровья и спорта. И во всех объектах мы в этом году планируем свободное посещение спортивных объектов по 2 часа каждый день в течение этой декады. И этот год, 2021 год, я имею в виду, мы начали с зарядок по НВК Сахака, как раз утренние зарядки. Руководство к нам пошло на встречу и мы силами наших инструкторов, наших специалистов, каждый будни, то есть 5 дней в неделю, каждое утро показываем утренние зарядки. Помимо этого, у нас очные зарядки проводились летом, с мая по сентябрь, и там у нас участвовало более 8 тысяч человек в этом году. Может быть, еще летом вернутся вот эти вот утренние зарядки на площадях города, в принципе же там на воздухе можно? Обязательно вернутся. Потом вот был хороший проект, когда танцы возле дворца... Утренние зарядки и вечерние танцы, да. Да, дворца пионеров, было вообще здорово. Ну вот оно, по танцам у нас специалистов не так много, поэтому там только в нескольких площадях получается. А когда утренние зарядки у нас по всей республике, по всем районам и более чем 10 площадках по городу Якутск. Вот мы, кстати, говорили о том, что мужчины, к сожалению, меньше живут, чем женщины, потому что мужчине одна из причин, да, сложно пойти к психологу, что рассказать, более закрытые, да. И часто мужчины идут вот железки потягать, чтобы легче стало. Насколько, на ваш взгляд, это может быть альтернативой консультации психолога или там по ходу к врачу? Ну, да, я так скажу, что вот когда вот люди употребляют алкоголь, да, они же именно для удовольствия же, да, вот это употребляют. Но когда ты занимаешься физкультурой и спортом, когда вот именно занятия проводишь, те же вещества у человека вырабатывают. Вот, то есть те же гормоны счастья, поэтому вот я предлагаю лично от себя вот заменить именно вот это, как сказать, плохое деяние вот со спортом. Захотел выпить и не спортзал, да? Да, потому что те же чувства будешь испытывать даже гораздо больше. Активно там вырабатывается при занятиях спортом, активно вырабатывается гормон эндорфин. И, конечно, я, допустим, считаю, что, ну, вообще для снятия стресса это один из очень-очень хороших действенных моментов. Я сама очень люблю ходить в спортзал, занимаюсь этим давно, с тем или иным, так говорится, успехом, но на самом деле в любом случае для меня это реальный выход из таких стрессовых ситуаций. Ну, хочу сказать, также дополнить, да, коллегу, что помимо спорта очень важным для человека является, конечно, питание. И именно в этом году в мероприятиях «Года здоровья» у нас реализовался такой очень хороший проект. Мы в нашем учреждении, в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики, открыли школу правильного рационального питания. Значит, она проводится у нас тоже онлайн. Значит, наши анонсы выходят регулярно в Инстаграм, но вообще в СМИ выходят, значит, с указанием, так скажем, ссылки для того, чтобы можно было подключиться. И действительно за этот период очень, вообще, ну, приобрело такую очень популярность, проводит, значит, дипломированный, квалифицированный диетолог эти школы. Она очень доступным языком рассказывает, так скажем, основные моменты правильного питания. А как на вас подписаться в Инстаграм? Расскажите, чтобы подписались на эту школу. Можно зайти на наш Инстаграм, значит, наш Инстаграм называется «здоровье, нижнее подчеркивание». И куки. Угу, вот еще, чтобы не отвлекаться. У нас остается, смотрите, две минуты, да, может быть, вы хотите поздравить наших слушателей и зрителей с наступающим Новым годом. Может быть, рассказать о каких-то своих планах или о том, как вы продолжите, как вы сами бережете свое здоровье. Я лично, моя гордость, что я не курю и практически не употребляю алкоголь, но до спортзала я никак не дохожу. Каждый год у меня это в планах, и, надеюсь, может быть, как-то в десятилетие здоровья я все-таки туда доберусь. У вас чем вы уже гордитесь? Что вы сделали для себя? И, может быть, какие-то планы у вас на будущий год? Можно коротко высказаться? Ну, да, конечно, традиционно. Я как доктор желаю всем крепкого здоровья. Уважаемые жители республики, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Берегите себя, берегите своих близких. И, конечно, хочу сказать, что в здоровом теле есть здоровый дух. Поэтому занимайтесь физической активностью, абсолютно любой. Можно заниматься простой ходьбой. Это очень-очень действенный такой вид спорта. На самом деле и простой, и, как сказать, практически незатратный. Можно ходить пешком с работы на работу и просто гулять вечерами, либо утром. Это очень тоже хорошо помогает. Ну, и, конечно, хочу сказать, что год здоровья вам послужит... Простите, я вас перебиваю, Алена Михайловна, за всех сказала. Я думаю, мы все присоединимся. Больше движения и больше радости будет у каждого в душе. Всем спасибо за внимание. Костям спасибо, что пришли сегодня. Всем хорошего вечера. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok